Если ты творческий человек и любишь мастерить необычные поделки из бумаги, то эти книги специально для тебя. В привокзальной детской библиотеке номер 8 тебя ждет целая серия книг, посвященных древнему японскому искусству – оригами. Оригами – складывание фигурок из бумаги. Читая эти книги, ты сможешь научиться мастерить как плоские, так и объемные фигуры. А если ты уже пробовал себя в роли оригамиста, создавая простые плоские фигурки, то можешь освоить более сложные схемы или заняться модульным оригами, которое потребует чуть больше времени и усидчивости, но позволит создать удивительной красоты изделия. В нашей библиотеке есть книги для тех, кто только начинает осваивать бумагопластику. Так, в издании «100 лучших моделей оригами» ты познакомишься с обозначениями, которые применяются на схемах для складывания фигурок, и узнаешь о базовых формах. На страницах книги представлены самые простые модели оригами – самолетик, вертушка и хлопушка. Есть множество моделей животных и растений, а также различные виды транспорта. Для тех, кто хочет, чтобы оригами приносило и практическую пользу, есть отдельная глава для красоты и пользы. Любителям поиграть в театр пригодятся поделки из раздела «Инвентарь для игр». А тем, кто хочет сделать свой дом более уютным, рекомендуем посмотреть главы по складыванию салфеток и созданию интерьерных украшений. Без сомнения, книга «100 лучших моделей оригами» пригодится всем, кто хочет приятно использовать и провести время. Она будет полезна как начинающим оригамистам, так и тем, кто уже имеет определенный опыт складывания фигурок из бумаги. Книга Сергея Афонькина «Игрушки» из серии «Библиотека оригами» содержит в себе более 40 моделей бумажных изделий, от простейших до сложных. Ты узнаешь, как из обычного листа бумаги сделать головные уборы, типа тирольской шляпы или тюбетейки. Сможешь сложить животных для настольного театра, различные коробочки, которые станут прекрасной упаковкой для маленького сюрприза. После того, как освоишь простейшие приемы оригами, можешь обратить внимание на более сложные, но очень интересные поделки. В частности, это кукла-матрешка, внутри которой хранятся ее сестрички поменьше, необычный куб или китайский столик. Стоит отметить, что книга снабжена полезным приложением, где ты найдешь основные обозначения, применяемые в схемах для складывания оригами, базовые формы, которые используются во многих изделиях, а также советы начинающим оригамистам. Если ты никогда не занимался древнейшим японским искусством складывания из бумаги, но очень хочешь научиться, то книга Сергея Афонькина «Игрушки», снабженная понятными схемами и описаниями, создана специально для тебя. Представь, что ты мог бы открыть дома настоящий зоопарк, где обитали бы забавные обезьянки, полосатые зебры, грозные львы или удивительные хамелеоны. А может, ты всегда мечтал об океанариуме с морскими черепахами, игривыми дельфинами и прожорливыми акулами? Открыть для себя мир животных и изготовить забавные фигурки можно с помощью книги Мэриона «Оригами фигурки животных из бумаги». Автор предлагает тебе 35 интереснейших моделей, представляющих собой обитателей леса, сафари и морского бережья. В начале книги представлены основные приемы работы с бумагой. Каждому изделию присвоен уровень сложности, поэтому ты легко сможешь сориентироваться, какая поделка посильна для тебя. Надо сказать, что схемы в книге цветные и очень четкие. Каждому действию есть не только картинка, но и словесное описание. Посмотрев на яркие иллюстрации, ты наверняка захочешь не только сложить фигурку животного, но и поселить его в привычные условия, изготовив из бумаги деревья, горы или пещеры. Как это сделать, ищи на страницах книги Мэриона «Оригами фигурки животных из бумаги». Для тех, кто уже освоил базовые приемы оригами и хочет научиться делать более сложные, объемные фигуры, предлагаем книгу Юрия Дорогого «Оригами. Самые необычные игрушки и поделки». Автор сначала объясняет читателю простейшие приемы складывания бумаги, затем говорит о традиционных моделях оригами, таких как самолет, кораблик, журавль и других. От плоскостных поделок Юрий Дорогов переходит к конструированию из бумаги, учит читателей изготавливать объемные звезды, которые могут стать прекрасным украшением интерьера. Не менее интересна глава книги, посвященная гофрировке. Из гофрированных полосок получаются удивительные красоты рельефные поверхности, где горы сменяются долинами. Гофрировки также бывают разного уровня сложности. Для самых усидчивых мастеров авторам предлагается модульное оригами. Собирая модули разной формы и размера, ты сможешь создать целый город с домами, башнями, крепостными стенами и другими строениями. В этом городе вполне могут поселиться бумажные роботы или даже динозавры, схемы сборки которых ты найдешь на страницах издания. Терпеливым, увлеченным и творческим читателям мы очень рекомендуем полистать книгу Юрия Дорогова оригами «Самые необычные игрушки и поделки». Здесь ты встретишь интересные идеи, которые наверняка захочешь воплотить в реальность. Книга Татьяны Сержантовой «366 моделей оригами» включает в себя модели для самых маленьких начинающих мастеров и для взрослых опытных создателей фигурок. В каждой главе предлагаются поделки, основанные на одной из базовых форм «Треугольник», «Книжка», «Дверь», «Катамаран» и других. На первых страницах ты найдешь условные знаки, принятые в оригами, и таблицу взаимосвязи базовых форм. После того, как освоишь простейшие основы, сможешь приступить к изготовлению фигурок. Автором представлены схемы складывания птиц, рыб, животных, несколько видов коробочек, автомобили, самолеты и многое другое. Если ты уже опытный оригамист и хочешь найти новые, необычные схемы для поделок, то книга Татьяны Сержантовой «366. Модели оригами» станет для тебя верным помощником. У Татьяны Сержантовой есть еще одна книга, посвященная древнейшему японскому искусству. Она называется «Оригами. Новые модели». Здесь, как и в предыдущем издании, есть условные обозначения и таблица взаимосвязей базовых форм, а также алфавитный указатель, где названия изделий расположены в порядке алфавита. Каждая из восьми глав книги предлагает тебе выбрать направление, в котором ты хочешь двигаться, будь то создание бумажных зверушек или орнаментов, складывание кубиков и к осудам, а может быть, оригинальных конвертов для писем или других нужных мелочей. Выбирай то, что близко твоему сердцу и создавай своими руками удивительные игрушки и подарки для своих друзей и близких. Прикоснись к увлекательному процессу изготовления фигурок из бумаги с помощью книги Татьяны Сержантовой «Оригами. Новые модели». Если заниматься оригами длительное время, то можно развить усидчивость, внимательность и терпеливость. Для тех, кто уже смастерил множество моделей из бумаги, от простейших до самых сложных, предлагаем большую иллюстрированную энциклопедию оригами Рика Бича. В ней ты познакомишься с историей искусства оригами, узнаешь о различных типах бумаги и инструментах, которые используются для складывания моделей, а также освоишь основные технические приемы и тонкости. Большая часть книги посвящена непосредственно изделиям в технике оригами. Автором собраны классические модели, которые можно встретить во многих изданиях, а также необычные движущиеся модели, типа хлопушек, бумеранга или даже фейерверка. Целая глава посвящена бумажным трюкам и фокусам, которые сделают тебя душой компании, и смогут удивить зрителей. Для опытных оригамистов найдутся замысловатые поделки, типа модульных звезд и кусудам. Если ты хочешь устроить дома оригами театр, это вполне возможно. Автор предлагает фигурки животных, которые прыгают, открывают рот, шевелят лапками и хвостом. А еще показывает оригами сказку про моряка и его тельняшку. С большой иллюстрированной энциклопедией оригами Рика Бича ты точно не соскучишься. Она привлекает внимание интересными фактами, яркими иллюстрациями и самыми разнообразными схемами оригами на любой вкус. Изучая искусство оригами, ты развиваешь память, внимание, пространственное мышление и воображение. А еще становишься интересным человеком, который сможет привлечь к себе внимание и организовать досуг любой компании. Приглашаем тебя в привокзальную библиотеку номер 8 за яркими и увлекательными книгами, посвященными искусству оригами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова